Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский Мукден, 23 августа Сегодня наместник ездил в Шахе на свидание с командующим. На очевидцев свидание это произвело прекрасное впечатление. Говорят, наместник сказал, обращаясь к своему штабу, ознакомившись с действиями и планами командующего, я признаю их глубокую основательность и правильность. После этого был обед, на котором присутствовали и оба штаба. Все свидание продолжалось два с половиной часа, и наместник, возвратившись в Мукден, пробыв здесь очень мало, выехал со своим штабом в Харбин. Сегодня же пришло обрадовавшее всех известие, что первый корпус вышел из того критического положения, когда японцы могли его отрезать. Есть слух об японцах. Кое-где они слегка обстреливают наши обозы, но в точности никто не знает, где в сущности главные силы японцев. Сегодня, во всяком случае, мы оставляем Шахе предпоследнюю от Мукдена станцию. Может быть, под Мукденом будет бой. Приготовляются две позиции. Перед рекой Хунхе в семи верстах от Мукдена и под Мукденом, по эту сторону Хунхе. Позиции неважные. И цель – немного задержать японцев, если они тут пройдут. Иностранные агенты думают, что японцы предпримут обходное движение в Телин с востока и запада по Ляо-Хе. «Тогда что ж, мы будем отрезаны?» Пожимают плечами. Восемнадцатого ночью один иностранный атташе, уезжая в семнадцатый корпус, говорил мне, «Если вашему командующему удастся окружить Куроки, это будет такой же гениальный план, какой удался однажды Наполеону. Я боюсь одного. Куроки при таких условиях не примет бой». «И тогда наше дело будет потеряно?» Напротив. «Уход из Ляояна – единственный выход. А при таких условиях, если план удастся, то и блестящий выход найден, и во всяком случае то, что необходимо делать, уже будет сделано. И главное – вовремя». Головные обозы уже достигли Мукдена, и теперь перед окнами нашего вагона дефилируют день и ночь тысячи арб, телег, вьючных мулов. Слышится непрерывный треск, грохот и громкий говор, нередко переходящие в ругательства. На вокзале Сергей Иванович познакомил меня с молодым офицером-артиллеристом Михаилом Михайловичем Юркевичем. Он принимал участие в боях под Сеньюченом 12, 13, 14, 15 августа в третьем корпусе генерала Иванова и занимал на самой высокой сопке наблюдательный пост, с которого сообщал о ходе сражения генералу Иванову, который со штабом расположился под этой сопкой. К бою подготовились идеально. Вся местность была разбита на квадраты, и каждая сопка в каждый данный момент могла быть обстреляна с математической точностью. Главная работа выпала на долю второй батареи шестой бригады, четвертой батареи той же бригады и батареи полковника Покатило на левом фланге, закрывавшем главный проход на Сюя-Линдзы. Командующий после боя приезжал благодарить войска и просил описать подробно этот бой, чтобы он стал достоянием всей армии. Таким образом, неудача под Тюринченом была смыта этим боем под Сеньюченом. Бой 18 августа, где опять отличилась батарея Покатило и где он сам был убит, была вторым славным делом. Сопка, на которой стоял Михаил Михайлович, была снабжена прекрасными трубами. Интересный бой был 13-го. На нашем правом фланге стоял 24-й полк, прославившийся 4-го июля. При нем первая батарея 3-й бригады. Они защищали главную дорогу на Сюя-Линдзы. На этой батарее 42 японских орудия сконцентрировали свой огонь с 11 до 5 часов дня. Этим предрешалась, очевидно, и атака в этом месте. Но первая батарея, несмотря на убийственный огонь, продержалась до конца. После каждого выстрела нашей батареи я кричал вниз «Живем!» И генерал Иванов все время напряженный и поглощенный боем радостно кричал «Спасибо! Спасибо!» Около часу дня вижу у леска против 24-го полка японские фигуры. Значит, собирается пехота. В два часа полурота японцев перебегает речку и исчезает в Галяне. Я даю первой батарее сигнал стрелять в Галян. Вижу, подходит к речке японский батальон, сообщая генералу Иванову, что, вероятно, предполагается атака на 24-й полк и пехота переходит реку. На подкрепление полковнику Личицкому посылают войска. Подкрепление подходит в тот момент, когда с одной стороны атака началась, а с другой от Личицкого прискакал нарочный с просьбой о подкреплении. Атака японцев отбита с громадным для них уроном. Этим закончился день, и мы удержали все наши позиции. У нас потери были ничтожны. С вами еще кто-нибудь был на сопке? Два иностранных атташе. Один все время просидел в блиндаже, а другой все время был со мной. Кто этот другой? Представитель Австро-Венгрии, граф Шептицкий. Умный, храбрый, влюбленный в свое дело офицер. Все эти дни дела восточного корпуса были блистательны. Генерал Иванов выше всяких похвал. Это был такой удачный выбор со стороны командующего. Лично я страшно боялся наступать. Гораздо легче быть в своей батарее даже тогда, когда засыпают шапнелью, а особенно с таким командиром, как наш подполковник Лисунов. Уже пожилой, но олицетворенное спокойствие. Вы как скомандовали? Трубка сто четвертый, прицел сто второй. Шапнели рвутся кругом. Сто второй и сто четвертый? А дайте-ка я посмотрю. Но в это время в бруствер влетает шапнель в трех шагах от нас и засыпает нас землей. А черт, теперь ничего не вижу. Он вытирает глаза и спрашивает. Так как? Сто второй и сто четвертый? У Михаила Михайловича здесь невеста, сестра Милосердия в Евгеньевской общине. 19 августа вечером и ночью под шапнельным огнем он провел с ней в Ляуяне в Георгиевской общине Красного Креста. Георгиевская ушла и ее сменила Евгеньевская. В этот вечер Михаил Михайлович и написал прилагаемые стихи. Посвящается М.П.П. Ты помнишь ли не чудный блеск зари, что перед ночью шлет прощальный свой привет, что перед тем, как тьма вдруг побеждает свет, могучи шепчет дню «Мой враг, умри!» и не под нежную прозрачной луной. Смотря на образ твой, я ждал твоих признаний. Ты помнишь ли, друг мой, последнее свидание, тогда, в ту ночь с тобой? Не трели соловья сердца нам наполняли, и в высоте небес ни сунм и звезд сверкали, то пули соловьи запели страшной трелью, паденье звезд сменились шрапнелью, то заревом войны все небо освещалось, то смерть была, что жизнью нам казалось. Извиняюсь перед автором, если я плохо записал, что-нибудь перепутал. Это вы под огнем и писали? Под огнем. Вот как переживалось это и тяжелое, и яркое в то же время мгновение войны у них там, в Красном Кресте. Беспечный, молодой, со сверкающими глазами стоит передо мной этот юноша-артиллерист. Он был уже в одиннадцати боях. Впереди без счета таких же боев. читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений том шестой Петроград издание товарищества Маркс 1916 год Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...